Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Лет 25 назад я начал поиски ответа на вопрос, почему одни успешнее других. Почему кто-то зарабатывает больше, их работа лучше, их быстрее повышают по службе, они живут дольше, их отношения с другими крепче, и в то же время огромное множество мужчин и женщин сами признаются, что их жизнь — тихое отчаяние. С тех пор я постоянно изучаю этот вопрос. Побывал более чем в 80 странах на шести континентах. Говорил на трех языках, потратил больше 30 тысяч часов на изучение этого вопроса и пришел к одному простому выводу. Успешные люди многое делают не так, как неуспешные. Еще один мой вывод — вы, да и вообще любой, может стать успешнее в любом начинании, если поймет, что и как нужно делать, и будет делать это до тех пор, пока это не станет привычкой. Неважно, какие у вас стремления и кем вы работаете. Общее у всех успешных людей то, что они правильно управляют своим временем. А правильно управляют, потому что понимают — управляя своим временем, мы управляем жизнью. Это управление собой. В сотнях и тысячах изученных мной биографии успешных людей я не встретил ни одного примера, где кто-то был бы недисциплинирован, непродуктивен, не ценил время и не тратил бы его с пользой. Так вот, успешные люди — это победители. Они правильно используют время, проигрывающие — наоборот. И дальше я расскажу вам о самых стоящих идеях по управлению временем из когда-либо придуманных. Систематически их используя, вы повысите свою личную продуктивность, увеличите свой доход, вы сможете увеличить шансы на повышение, вы будете больше довольны своей жизнью и даже сможете обеспечить себе долголетие. Вопрос в том, насколько сильно вы хотите научиться управлять временем. Сколько усилий вы готовы приложить? Потому что ключ к управлению временем — это самодисциплина. Точнее так, управление временем — это самодисциплина в действии, а самодисциплина — это ключ к успеху. Давайте начнем с ключевых идей прямо сейчас. Первая идея, самая важная и основная — та ось, на которой вращается колесо жизни. Цели. Каковы ваши цели? Кем вы хотите стать? Что хотите иметь? Чем хотите заниматься? Чего хотите достичь в следующий год, два, три, четыре, пять лет? У самых успешных в своей области, у 3% от общей массы, есть цели. У большинства населения цели либо очень размыты, либо их вообще нет. Так что спросите себя, кто я? Куда я двигаюсь? Чего хочу достичь? Следует помнить о трех категориях целей. Первая — это личные и семейные цели. Чего вы хотите достичь для себя и своей семьи? Запишите, четко определив. Вторая категория — ваш бизнес, карьера, финансовые и материальные цели. Чего вы хотите достичь во внешнем мире? Во что вы хотите внести свою лепту? Третья категория — это цели саморазвития. По моему мнению, ваша способность, готовность и настойчивость в саморазвитии — это ключ к достижению всего остального. А вот эти три вопроса могут помочь. Первый. Кем бы вы хотели стать или что хотели бы иметь, если бы выиграли миллион долларов в лотерею? Что бы вы делали, если бы выиграли миллион долларов? Теперь есть и время, и деньги, то есть можно делать, что хочешь. Если бы выиграли миллион долларов, что бы вы делали по-другому? Подумайте-ка об этом. Второй вопрос. Что бы вы делали, если бы узнали, что вам осталось жить шесть месяцев? Что бы вы перестали делать? На что бы тратили больше времени? С кем его проводили бы? И ответ на этот вопрос показывает, что вы на самом деле цените, что для вас действительно важно. Мы выяснили, что самооценка, удовлетворение жизнью и счастье появляются, когда ваши цели и деятельность находятся в гармонии с вашими ценностями, приоритетами, с тем, что вы считаете очень важным. И третий вопрос. О чем таком грандиозном вы бы осмелились мечтать, если бы знали, что у вас это точно получится? Если бы вы наверняка знали, что все получится, какую бы цель поставили себе? Иногда ответ на этот вопрос поможет понять вам, для чего вы рождены в этом мире. Последний момент насчет целей. Цели должны быть записаны. Вы должны их записывать, переписывать, определять, переопределять. Самые успешные люди в любой сфере, лишь один процент от общего числа, ставят цели очень четко, конкретно и в письменной форме. И большинство из них носит эти записанные цели с собой. Давайте перейдем от целей как ядра успеха ко второму пункту – прописать план действий. Вот к какому выводу пришли люди в одном интересном исследовании, даже в серии исследований. Прописанный план действий – ключ к успеху во всем. И даже больше, действия без планирования – причина всех неудач. При таких действиях низкие результаты. Действия без планирования – причина разочарований, бесполезная трата времени, беспокойство, стресс и отсутствие успеха в жизни. Так что организованный план действий – основа основ. Что же такое организованный план действий? Это когда вы видите свою цель и прописываете каждый шаг, который надо будет сделать для достижения этой цели. Вы составляете и записываете список всех своих планов для различных целей, а потом компонуете в общий план, которому будете следовать каждый день. Вы решаете, что сделать в первую очередь, что в последнюю, что самое важное, что нет. Вообще, способность ставить цели и писать планы для их достижения – залог успеха. Если единственное, чему вы научились в школе жизни – это способности постоянно ставить цели и составлять план действий, день и ночь планировать, организовывать, записывать, думать о том, чего пытаетесь достичь, то через год или два достигнете большего, чем большинство достигает за десять, а то и за всю жизнь. Кстати, это совершенно не зависит ни от интеллекта, ни от образования. Половина самых образованных людей в нашей стране работает на тех, кто даже школу не закончил или не ходил в колледж. Недавно я написал статью для одного крупного издательства, и там есть такие слова. Если у вас нет четких целей в жизни, вы обречены работать на тех, у кого они есть. Видите ли, в жизни все просто. Либо ты работаешь на достижение собственных целей, либо работаешь на достижение чьих-то целей. Это очень важно. Теперь третий пункт для отличного управления временем – анализ. Составляйте список. Если составить список перед какой-то работой или задачей, это сразу повысит продуктивность на 25%. Как его составить? План на следующую неделю составляется в воскресенье или в субботу, а на следующий день – накануне вечером. Зачем писать его накануне? Главная причина, когда вы так делаете – ваше подсознание начинает работать над списком, пока вы спите, и ночью подсознание предложит какие-то идеи для разрешения проблемы. Утром вы проснетесь с предположениями и ответами, которые сделают вас продуктивнее. Почему еще надо писать список? Без списка вы будто едете в машине без руля и по пути собираете все кочки и ямы, все, что вас сбивает с курса. А список – это как рельсы, и вы весь день едете правильным путем. Еще список нужен, чтобы анализировать, где вы, чтобы понять, что важно и не так важно. Можно увидеть, что совсем не нужно, что не обязательно делать самому, что можно отложить. Однако самое главное, для чего нужен список, когда вы следуете списку и ставите галочку после выполненных пунктов, каждый раз, когда вы ставите эту галочку, вы чувствуете, что чего-то достигли. Кто-то отлично выразился. Счастье – это прогрессивная реализация стоящего идеала. Счастье – это пошаговое решение задач, необходимых для достижения стоящего идеала. А успешная жизнь состоит из успешных дней. А успешные дни – это работа по списку, пункт за пунктом. Итак, четвертый принцип для эффективного управления временем – это определение приоритетов. У многих есть цели – размытые или четкие. Многие действительно составляют планы. Но большая проблема – определение приоритетов, решение, что нужно, а что нет. В 1895 году итальянский экономист Вильфредо Паретто сформулировал принцип, известный как «Закон Паретто». Мы называем его правило 80 на 20. По этому правилу, 80% ценности того, что вы делаете, будет в 20% того, что вы делаете. То есть, если сегодня в вашем списке 10 пунктов, то два из них стоят всех остальных вместе взятых. Как говорил Паретто, исключительно продуктивные люди работают над несколькими жизненно важными вещами, в противовес множеству тривиальных вещей. Непродуктивные люди занимаются множеством вещей тривиальных – тем, что развлекает, что легко, тем, что неважно, что забавляет и не помогает достичь цели. Они откладывают работу над главным заданием в долгий ящик. Поэтому вот ключ к успеху. «Спросите себя, как я прямо сейчас могу потратить свое время с максимальной пользой?» Как вы сейчас можете потратить свое время с максимальной пользой? Уверен, что если бы все, чем вы занимались, это организовывали свою жизнь и старались потратить свое время с максимальной пользой, то одно это сделало бы вас продуктивными людьми. Одно это смогло бы повысить вашу продуктивность и доходы на 10, 20, 30, 40, а то и все 50%. Поэтому перед тем, как за что-то браться, спрашивайте себя, это ли самое важное? Это задание в приоритете? Получу ли я от этого самый сладкий приз? Самое ли это ценное вложение моего времени? Вот один простенький тест на ценность. Перед тем, как приниматься за какое-то задание, спросите себя, как выполнение этого задания повлияет на мое будущее? Самое главное в оценке ценности — ориентированность на будущее. Большинство тратит целых 80% времени на решение проблемы сложностей из прошлого и только 20% на возможности из будущего. Но успешные люди всегда рассуждают так, как это повлияет на будущее. Важные задачи всегда влияют на будущее. Незначительные задачи имеют отношение только к настоящему или даже к прошлому. Так что я спрашиваю себя, что самое ценное, чему можно прямо сейчас уделить время, и как это повлияет на завтра, на послезавтра, на будущее. Один из основных способов — не отклоняться от приоритетов. Пятая ключевая идея в управлении временем, ярым фанатом, коей я являюсь, — это концентрация. Концентрация. Многие подходят ко мне на моих семинарах и говорят, «Мне так и не удалось научиться концентрироваться». Как мне научиться? Чтобы быть успешными, научиться концентрироваться чрезвычайно важно. На самом деле не умея целиком и полностью сосредотачиваться, на чем-то одном и не отвлекаться, пока цель не будет достигнута. Достичь чего-либо стоящего невозможно. И вообще исследования времени и движения показывают, что если вы начали работу над каким-то заданием, остановились, потом вернулись к нему, опять остановились, снова вернулись и так далее, у вас уйдет на это целых 500% от реально необходимого времени. Замечательный эксперт по управлению временем Алек Маккензи призывает работать над чем-то одним и не распыляться. Как только вы составили список того, что нужно сделать, организовав свои цели и определив самый ценный приоритет, начните работать именно над ним и не останавливайтесь, пока не закончите. Но кто-то скажет, «Если я не буду останавливаться, то ничего другого не успею». Неважно, ведь это ваша самая ценная задача. Если вы, сконцентрировавшись, будете над ней интенсивно работать, то волшебным образом почувствуете прилив энергии и энтузиазма. А по завершении, ваша самооценка повысится, и вы почувствуете себя победителем. Тогда как при работе или даже успешном завершении задания с низким приоритетом, удовольствия нет. На самом деле, большая часть стресса и разочарования в сегодняшней сфере труда вызвана тем, что очень много усилий тратится на ненужные задачи. Бенджамин Перего сказал, «Если не стоит что-то делать, то нет смысла делать это хорошо». И вроде бы Друкер сказал, «Нет ничего хуже, чем делать что-то хорошо, когда это и не нужно совсем». Так что концентрируйте все свое внимание только на одном задании. Начинайте с самых важных вещей и работайте над каждой отдельно. Можно пользоваться вот такой простой системой. Цели, планы, приоритеты, анализ, концентрация. Это метод ABCDE. A – это самое приоритетное, что вы должны сделать в первую очередь. B – второе по приоритету. C – то, что было бы неплохо сделать, когда готовы A и B. D – делегируем и исключаем. Так что правильно расставляйте приоритеты. Приоритет у A. B – второе. C – когда готовы A и B. Остальное делегируем и исключаем. Для целей так. Составляем список, чего бы вам хотелось достичь в ближайшие годы. Потом идем по списку и расставляем приоритеты ABC. Что бы вы очень хотели, что было бы неплохо, а что не так важно. Затем цели, помеченные под A, выписываем так. A1, A2, A3. То есть, самое главное, вторая по значимости, третья. Затем выписываем эти цели A на другом листе и составляем список, что нужно сделать для достижения этих целей. Теперь расставляем ABC уже в этом списке. Что необходимо сделать, что стоит сделать, что было бы неплохо сделать для достижения целей. Потом вы совмещаете это со списком целей, структурируете и затем работаете. Это называется метод шести шагов. Выберите цели и определите приоритеты. Выберите действия и определите приоритеты. Составьте распорядок и работайте. Если просто будете так делать каждый день, одно только это может принести вам большой успех в жизни. Если вы хотите уверенно достигать всех своих целей, присоединяйтесь к нашему клубу Брайана Трейси, где мы по специальным программам Брайана Трейси концентрируемся на достижении целей и на непрерывном развитии. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Оставляйте любые комментарии, это поможет продвижению видео. Ставьте лайк и отправляйте ссылку друзьям. До встречи.